Тема малоуходных растений, которые довольствуются минимальной заботой и очень редким поливом, интересует каждого садовода. Многие из них уже давно известны, но есть цветы, о которых мало кто знает. С их помощью вы легко разнообразите свой участок, даже без особых затрат сил и времени на уход. Например, все мы знаем о многолетних очитках. Есть почвопокровные и более высокие виды, как очиток видный. Этот многолетник очень неприхотливый, засухоустойчивый и при этом красиво цветет. Но многих садоводов данный вид очиткой не вполне устраивает из-за больших размеров. Все-таки для переднего края клумб или маленьких садов лучше подбирать компактные растения. В этом нас может выручить гибридный сорт седума под названием Карл. Его размеры всего до 30 сантиметров. Данный гибрид не только эффектно и долго цветет до стойких морозов, но и оказался весьма живучим растением. Даже в разгар летней жары вам не придется его своевременно поливать. Радует и его зимостойкость. К тому же седум Карл сможет расти на постоянном месте без деления и пересадки много лет. Из его компактных кустиков получаются неприхотливые бордюры и обрамление клумб. Им легко украсить самые разные солнечные участки в саду или придомовую территорию, выращивая в контейнерах. Еще более интересное растение, о котором не все знают, это горноколосник. Татцесухоустойчивый экзот относится к роду многолетних суккулентов. Со временем красиво разрастается, покрывая почву своими розетками из мясистых серо-серебристых листиков. В листве растение накапливает необходимый запас влаги, что позволяет его долго не поливать, даже в разгар лета. Но больше всего горноколосник привлекает своими вытянутыми цветоносами, которые приобретают розовато-пурпурные оттенки. Высота кустиков может составлять до 20 см. Ширина розетки около 5-10 см. Растение весьма необычное и идеально подходит для каменистых садов, контейнеров, альпийских горок и самых жарких солнечных мест. Его также выращивают как комнатную культуру. Разросшиеся розетки эффектно свисают с краев горшка, приобретая ампельный вид. Из небольших минусов горноколосник цветет мелкими желтыми цветками. Особой декоративности они не несут. Но после цветения эта розетка отмирает. Хорошо, что данный суккулент отлично размножается своими боковыми приростами детками и их семенами. Почву он любит дренированную, даже каменистую, без застоя влаги. Морозостойкость высокая, до минус 30 градусов, но при хорошем дренаже, во влажной почве и выращивании в низинах могут возникнуть проблемы. Хотя само по себе растение крайне неприхотливое, не поражается болезнями и вредителями и при этом всегда выглядит декоративно. Любителям крупных ярких ромашек можно посоветовать такой необычный цветок, как венедиум. Высота его стеблей и окраска соцветий отличаются в зависимости от сорта. Благодаря контрасту темного центра и красочных лепестков, эти цветы всегда привлекают внимание. Пенедиум – это солнцелюбивая культура, которая хорошо переносит жару и засуху. В частом поливе не нуждается. Зимуют в южных садах. У нас же его выращивают как летник, высевая весной сразу в открытый грунт. Растение способно давать свой самосев, но в холодных регионах его проще вырастить рассадой или прямым посевом на постоянное место. Посевы накрывают пленкой. Интересно, что венедиум, как и подсолнух, поворачивает свои корзинки вслед за движением солнца. Хотя многие современные гибриды уже лишены этого качества. Ромашки могут достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветет венедиум с начала лета до октября, в зависимости от сорта. Еще один неприхотливый цветок, о котором многие даже не слышали, – это лея изящная. Это травянистое растение высотой до 20-50 сантиметров, которое хорошо кустится и образует полянки из симпатичных желто-белых ромашек. Соцветия корзинки в диаметре до 5 сантиметров. Цветет лея очень обильно и долго, с июня до заморозков. Любит солнце и дренированный супещаный или суглинистый грунт. Вырастить этот летник можно прямым посевом семян в открытый грунт в апреле, под пленку. Чтобы получить более ранние цветения, лею можно вырастить рассадой. Семена высевают в марте-апреле. Сеянцы высаживают сад, когда минует угроза возвратных заморозков. Лея – это неприхотливый и высокодекоративный цветок, который разнообразит ваш цветник на все лето. А в регионах с мягкими зимами она сможет успешно перезимовать и порадовать своим цветущим видом уже с весны. Еще два немногим известных малоуходных растения – это лимнантес и толпис. Последний вырастает в высоту до 50 сантиметров. Рост и цветение во многом зависит от освещения. Свою красочность и обилие соцветий толпис покажет на солнце. Его цветы небольшие до 5 сантиметров диаметром, но их насыщенная краска и большое количество создают в цветнике яркое цветовое пятно, что смотрится очень красиво. Цветение длится с июля до заморозков. Таким же жизнерадостным и неприхотливым считается лимнантес. Со свою необычную окраску на своей родине в Северной Америке его прозвали цветок яичница. Это невысокий почвопокровник, отрастающий на высоту 15-30 сантиметров. Очень неприхотливый. Но для более обильного цветения потребует своевременный полив. Привлекательные цветы не только обращают на себя внимание, но и своим ароматом манят сад полезных насекомых и бабочек. А вот этот засухоустойчивый летник порадует вас не только своим необычными цветками, но и действительно приятным, устойчивым ароматом. Это ночной флокс или залузианские. Растение отличается невероятно душистым цветением, которое длится с июня до осени. Соцветие, как и у неприхотливого мирабелиса, раскрывается в вечернее время и очаровывает своим благоуханием до утра. Что мирабелис, что залузианские простые в уходе. Предпочитают солнечные участки с тренированной почвой. Не любят постоянное переувлажнение и размножаются прямым посевом на клумбу или рассадой. Такие ароматные культуры часто выращивают вблизи дома или зоны отдыха. В те вечернее время можно не только любоваться их цветением, но и наслаждаться приятным запахом. Ну и еще одно малоизвестное многолетнее растение, которое отличилось своей неприхотливостью и сверхвысокой зимостойкостью, это лопчатка трехзубчатая нук. Данный почвопокровник в природе произрастает на северных высотах США. Его стойкость к морозам поражает. По данным из интернета, этот многолетник выносит без укрытия температуру минус 40 градусов, что относится ко второй климатической зоне. Растение интересное своей вечно зеленой тройчатой листвой, которая с похолоданиями приобретает разные красноватые оттенки. Лопчатка нук образует невысокие куртины высотой до 15 сантиметров. В июне крона покрывается нежными белыми цветками диаметром 8 мм. Цветет данный почвопокровник довольно обильно до сентября, образуя эффектные покрытия, припорошенные многочисленными снежинками. Этот стойкий неприхотливый многолетник идеально подходит для создания самых низких бордюров, вечно зеленых обрамлений клумб, заполнения пустующих мест в цветниках и на альпийских горках. Предпочитает солнечное расположение или полутень. К почвам непривередлив, но перевлажнение не любят. С помощью этих растений очень легко украсить свою территорию на долгие месяцы, при том, что времени на их уход вы потратите минимальной. Посоветуйте, какие еще неприхотливые цветы можно использовать в малоуходном саду. Не забудьте также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых роликов. С нами вы узнаете не только о самых красивых и неприхотливых, но и о редких растениях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду! Субтитры создавал DimaTorzok